Здравствуйте! Вы смотрите программу «Дело раскрыто». С вами Юлия Руднева. О том, к чему приводит употребление и производство некачественного алкоголя, вы узнаете в этом выпуске. В октябре 2023 года сотрудники Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по ПФО вывезли на утилизацию, хранение и последующее уничтожение 313 335 единиц алкогольной и спиртосодержащей продукции. Предметы, включая потребительские тары, укупорки, этикетки и другие. Чаще всего отравление происходит из-за употребления контрафактного алкоголя, который не прошел надлежащую проверку, прежде чем попасть к покупателю. Считается, что бутлегерством в основном занимаются по одному и где-то в пределах собственного дома. Однако встречаются и случаи масштабного производства. Так, в Ульяновской области трое местных жителей вместе с подельником из Кабардино-Балкарской республики организовали незаконный бизнес по изготовлению и продаже контрафактного алкоголя. Производство подозреваемые развернули на территорию промзоны Заволжского района Ульяновска. В качестве работников злоумышленники привлекли 18 граждан Республики Узбекистан и одну гражданку Кыргызской республики. Также сотрудники ульяновских отделений УМВД и УФСБ изъяли у горе-бизнесменов стеклянную тару, картонные коробки, пробки и этикетки с маркировкой известных брендов алкоголя. 139 тысяч бутылок, а также 39 литров спиртосодержащей жидкости и две линии по разливу производительностью 5000 бутылок в час. Две поточные линии позволяли еженедельно отгружать контрафакт для последующей реализации. В ходе предварительного следствия выяснилось, что готовая продукция реализовывалась на территории Центрального и Привиловского федеральных округов. Доход преступной группы составил более 36,5 миллионов рублей. В ходе следствия было назначено и проведено более 50 экспертиз. Компьютерные, подчерковедческие, технико-криминалистические, пищевые, физико-химические, судебно-медицинские. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением передано в Заволжский районный суд Ульяновска. Обвиняемым может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Также по решению следствия троим фигурантам избрана мера подсечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. А еще одному по ходатайству следователю судом запрет определенных действий. Последствия употребления контрафактного алкоголя часто бывают трагическими, а иногда приобретают ужасающие масштабы. Так в июне 2023 года напитками «Мистер Сидор» массово отравились россияне. Опасную продукцию находили в Ульяновской, Курганской, Нижегородской, Пензенской, Самарских областях, республиках Удмуртия и Чувашия и даже в Казахстане. Компания ООО «Анди» с 2022 года производила напиток «Мистер Сидор» в поселке Винтай города Самары. Одна из партий оказалась контрафактной. Также установлено, что во время последних закупок, проводимых 31 мая и 1 июня, на алкоголь были переданы только товарно-транспортные накладные, без документов, подтверждающих качество. Причиной происшествия стало то, что для производства продукции была использована жидкость, содержащая непищевой спирт. Шесть тонн были украдены со складов ИКУ Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области и использованы в производстве роковой партии «Мистера Сидора». Прием алкогольного напитка стал для многих последним. Только в Ульяновской области было зафиксировано более 60 отравлений, почти треть из которых закончились летальным исходом. Многие потеряли родных, близких и коллег. Горе производителю доверяли даже некоторые продавцы, употребляя его продукцию. Ну, он дойдет на ледный стакан, мы так-то не пьющие. И повезли ее, она в коме была, нет, неплохо, 4 часа ночи, повезли в Тинск, взяли вроде бы, укол сделали, лучше стало. Домой отправились, пока домой ехали, она в коме упала. Вот сейчас только позвонили, сказали, что она уехала. В настоящее время уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях рассматриваются на судебных заседаниях. По информации из интернет-ресурсов, всего в России от напитка «Мистер Сидор» пострадали 106 человек. 37 из них скончались. 21 смерть зафиксирована в Ульяновской области. Продолжение следует... Алкоголь должен проверяться не только органолептическим путем, физико-химическим и иметь соответствующий сертификат качества на алкогольную продукцию. При этом сертификат качества выдается отдельно на каждую партию. Также в нем указывается состав продукта, его безопасность для потребителей. И при первой просьбе покупателя, например, о какой-либо алкогольной продукции, мы должны предоставить сертификат качества. Сертификаты должны проверить товароведы или продавцы перед тем, как принять продукцию. К сожалению, работники не всегда бывают добросовестными, а последствия такой халатности трагическими, как в случае с напитком «Мистер Сидор». Поэтому, чтобы избежать подобных случаев, лучше всего попросить документы заранее. Также стоит внимательно выбирать спиртное в магазинах. В первую очередь, по внешним признакам, можно распознать брак крепкого алкоголя. То есть, этикетка должна быть ровно наклеена. Также закупорка бутылки должна быть. И если мы ее разболтыхаем, то будут мелкие пузырьки. Если, опять же, на дне есть какая-то муть, осадок, то значит, это спирт невысокой очистки. Возможно, это уже идет фальсификация продукции. Подняв бутылку вверх дном, мы можем посмотреть на пузырьки. Если они крупные, а потом мелкие, то это качественно, да, продукция. Если, например, наоборот, то продукция ненадлежащего качества. Когда вы уже приобрели продукцию, обратите внимание на ее запах после открытия бутылки. Если вы заметили что-то нехарактерное, лучше от напитка отказаться. Знаменитым способом проверки качества крепкого алкоголя является поджигание жидкости, которую предварительно наливают в столовую ложку. Если в пламени присутствуют оранжевые язычки, это указывает на то, что в жидкости может содержаться этиловый спирт недостаточно высокой степени очистки для употребления. Зеленым горит метил, который смертельно опасен в качестве напитка. Работает способ по нашему опыту только с жидкостями выше 70 градусов. Поджечь 40-градусные напитки без предварительной подготовки не получится. Сначала их необходимо разогреть. В любом случае, пламя качественного алкоголя должно быть синего цвета. Подобные эксперименты лучше проводить перед праздником, когда вы максимально сконцентрированы. Место для проверки тоже лучше выбрать безопасное. Например, провести опыт над раковиной на кухне. Сложнее всего проверить качество слабоалкогольных напитков, в производстве которых используются ароматизаторы и красители. Покупая подобную продукцию, особенно на разлив, обязательно обращайте внимание на наличие осадка, а также запрашивайте сертификат качества у продавцов. Покупая алкогольную продукцию, проверьте, есть ли у магазина лицензия на продажу и сертификат на качество конкретной партии. Проверьте визуальный вид товара. Жидкость должна быть закупорена без мути и осадков, за исключением непастеризованной продукции. От алкогольного отравления, к сожалению, не застрахован никто. Даже если вы употребляете крепкие напитки хорошего качества, в больших количествах их употребление приводит к интоксикации организма. При этом универсальных дозировок и норм для всех, к сожалению, не существует. Нормы алкоголя допустимой вообще не существует. А как человек отреагирует на ту или иную дозировку выпитого алкоголя, то есть на это влияет очень много факторов. И вес, и возраст, и непосредственно изначально состояние здоровья человека. Плюс, само собой, качество алкоголя. Также стоит помнить, что спиртные напитки активно действуют практически на все системы организма. В первую очередь сердечно-сосудистая, нервная система страдает. Поэтому последствия, как правило, могут быть тяжелыми вплоть до летального случая. Опасно и то, что многие считают негативное воздействие алкоголя нормой, не замечая первичные признаки отравления. Снижение артериального давления, покраснение кожных покровов при тяжелых интоксикациях. Это уже бледность кожных покровов, угнетение дыхания, рвота, боль в животе, головная боль. Если эти признаки, скажем так, видны, то тут необходимо обращаться за медицинской помощью. Симптоматика передозировки и, например, отравление метанолом практически не будет отличаться. Однако последствия от низкопробного спирта могут быть роковыми. Например, можно ослепнуть. Происходит такое, как правило, при употреблении жидкости с метиловым спиртом. Если это был некачественный алкоголь, и его количество было очень значительным, и, скажем так, состояние здоровья пациента было далеко не идеальным, то тут может грозить как летальный случай, так и токсическое поражение печени, скажем так, повреждение желудочно-кишечного тракта. Если говорить о, скажем так, очень, в кавычках, некачественном алкоголе, будь это, допустим, вплоть до того, что там будет либо суррогаты какие-то алкоголя, такие как метиловый спирт или ацетон, изопропанол, то последствия могут быть в разы выражены. И все это может закончиться печально в стенах больницы. Если вы заметили у себя или у кого-то из окружающих признаки алкогольного отравления, необходимо действовать быстро. В первую очередь вызовите скорую, а затем окажите первую помощь. Если вы видите признаки алкогольного отравления, такие как угнетение сознания, и у человека началась рвота, то есть обязательно нужно человека повернуть на бок. Если человек еще, скажем так, не утратил сознание, но у него уже, допустим, тошнота, головокружение, какие-то признаки, то есть там тахикардия, покраснение, то есть возможно еще на этих этапах, ну, как вы уже вызвали скорую помощь и до приезда скорой помощи, возможно, то есть обильное питье, пытаться промыть желудок, вот, принять какие-нибудь абсорбенты. Признаками алкогольного отравления являются тошнота, рвота, тахикардия, покраснение, либо бледность кожи, повышение давления, боли в животе и голове, нарушение дыхания и прочее. Если вы обнаружили эти симптомы, незамедлительно вызовите скорую помощь, а также примите меры, обеспечьте себя обильным питьем и приемом абсорбентов. Впереди Новый год, и многие готовятся к застолью. Поэтому сейчас особенно важно помнить, что выбирать алкогольные напитки и рассчитывать их количество нужно очень аккуратно, чтобы праздник не закончился трагически. На этом у меня все. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok